Шалам дорогие друзья, студия Oasis Media, община возвращенная на Сион, Шавей Цион, город Хайфа, Израиль. И мы продолжаем отвечать на вопросы, которые нам задают. Я знаю, что это вопросы такого общего характера, и понятно, что у нас нет всей мудрости Вселенной. Мы даем наш субъективный взгляд, размышляя о священных писаниях, именно они и Святой Дух могут наставить вас на всякую правду. И если наши советы или толкования, или изъяснения будут полезны, то, пожалуйста, принимайте их. В Писании, вот вопрос, который... В Писании говорится, что мы не должны судить других, но мы можем, то есть внешних, а должны судить своих. О каком суде идет речь и кого вообще нам судить? И приводится место из первого послания Коринфянам, пятая глава, двенадцатый стих. Я думаю, что важно, когда читаешь такие стихи, прочитать контекст. И тогда мы сразу понимаем, о чем здесь говорится. Контекст здесь такой. До Павла доходят письмена верующих из Коринфян. И в этих письменах ему говорят, что там у них появилось блудодеяние, да еще такое, какого не было у язычников. У язычников в те времена, к сожалению, и сегодня многие поступают как язычники, были блудодеяния невероятного размера. И там были и инцесты, и всякие, просто чего только не вразумить. И тут Павлу говорят, такого нет даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену своего отца. И вы возгордились, Павел говорит, я вам говорю, вы что, с ума сошли? Вы такую заразу допустили в свое собрание. И он говорит, я вам очень советую во имя Господа Ишо Мессии отлучить этого человека, убрать его из собрания. Здесь я хочу остановиться на секунду, прежде чем подойдем дальше к стиху, про который был вопрос. Вы знаете, я периодически слышу, что вот там-то и там-то отлучили кого-то не за такую вещь, а за несогласие с учением общины или еще что-нибудь. Я вам хочу сказать, я думаю, когда Павел говорит здесь аль-карет, это вот здесь он использует слова, которые Турай использует, как карет, отрезать, оборвать связь. Я думаю, многие переигрывают в своей роли. Нельзя жестко так обращаться с людьми за другое мнение. Можно человека с другим мнением попросить, окей, ты не учишь в общине, или пока мы увидим изменения, ты не можешь учить. Мнение это мнение, оно регулируемое. В данном случае Павел говорит о физически совершенном грехе, ужасном аморальном поступке. И он говорит, такого человека просто извергните из своей среды. И он говорит, мы очищены. В нас не должно оставаться, как он здесь говорит, старой закваски, то есть старого греховного, языческого, неважно какого. Оно должно, вот это вот физическое, что явно противоречит устоям, или уставам, или митвот, или заповедям Туры, оно должно быть просто отрезано. Или человек должен выгоден быть за пределы собрания святых. По милости Господне я руковожу общиной с 2001 года. И я, к сожалению, видел неоднократно, когда мы по-человечески хотели очень уж милосердно обратиться с людьми, на которых было подозрение, или блуд, или какая-то нечистота. И мы думали, вот они побудут еще, и они потом исправятся и уйдут. В конечном итоге это распространяло заразу. Не то, что кто-то впадал в подобное искушение, но искушаемы были. И это влияло нехорошим примером. Павел здесь выстраивает какие-то еще блудник, прелюбодея, неважно что, предупрежден. Еще раз предупрежден, еще раз предупрежден. И потом, если он не хочет изменяться, удали его. И Павел пишет, я вам говорю, не то, чтобы вы не сообщались с блудниками вообще, но с теми, кто как брат является. Говорит, я верующий, но он продолжает быть греховным человеком. Такого мы имеем право судить. Внешних блудников мы судить не должны. То есть, если Господь не проговорит к ним, то чего стоят наши слова? Для них есть суд другой. Если они нарушают какие-то законы, есть судьи в разных судах, которые их судят. Мы же должны, как руководители общины, как лидеры любой категории, обращать милостивое внимание на преступления заповедей и моральных уставов, уставов, которые священные писания говорят, это касается взаимодействия с ближним, это касается воровства, неворовства, грабежа, сексуальных каких-то вещей, вещей, которые связаны с оскорблениями, каких-то махинаций, обманов, сплетен. В этих случаях очень важно поставить человека на место, потому что или злой корень задушит его, или зараза через него может прийти на других. Это вот то, о чем говорит здесь Писание, поэтому здесь особенно мудрствовать не стоит. В своих собраниях, в своих общинах, в группах нам нужно проявлять, повторюсь, милосердное. Милосердное. Не надо въезжать очень сильно в это. Внешне же судит Господь Бог. Ну вот как-то так. Пусть Господь благословит вас. Шалом и силами.